Всем привет, дорогие мои гости и постоянные посетители моего канала Skyward. С вами я, Вадим. Я продолжаю вас знакомить со страницами романа Эрик Мария Ремарка «Земля обетованная». Сегодня на очередь у нас первая часть 20 главы этого романа. Реджинальд Блэк потрясал газеты. «Умер!» — воскликнул. «Ушел, подлец!» «Кто?» «Дюранг Второй. Кто же еще?» Я перевел дух. «Ненавижу травмные известия. Слишком много их было на моем веку». «Ахо!» — сказал я. «Но это можно было предположить. Старый человек. Рак.» «Предвидеть? Что значит предвидеть? Старый человек. Рак и неоплаченный Рюар в придачу». «А ведь верно!» — ужаснулся я. «Еще позавчера я звонил ему. Он мне заявил, что вероятнее всю картину купит. И на тебе. Надул таки нас». Надул? Конечно, даже дважды надул. Во-первых, он не заплатил, а во-вторых, картина теперь числится в наследственном имуществе и считается конфискованной государством, пока не урегулированы все наследственные претензии. «Это может тянуться годами». Так что портрет для нас, считайте, пропал, пока не улажены все дела по наследству. «За это время он только поднимется в цене», — мрачно пошутил. «Это был аргумент, который Блэк козырял почти при каждой сделке, выставляя себя чуть ли не благодетелем человечества. Сейчас не время для шуток, господин Зоммер. Надо действовать, и при том быстро. Пойдемте со мной. Вы даже представить себе не можете, что иногда вытворяют наследники. Стоит кому-то умереть, и вместо родственников перед вами стая пятнистых гиен. Вы мне понадобитесь как свидетеля, совершенно не исключая, что наследники заявят, дескать, картина уже оплачена. Скажите, а его уже похоронили? Понятия не имею. По-моему, нет. Газета сегодняшняя, но, может, его уже отвезли в дом у покоения. Здесь это мгновенно, как бандероль по почте отправить. А с какой стати вас интересует? Если он еще дома, нам, возможно, стоит приличие ради надеть черный галстук, и у вас не найдется лишнего для меня? За неоплаченную картину, дорогой! Всегда лучше явиться с маской скорби и соболезненной лице прибил его галстук. Не стоит ничего, но настраивает на миролюбивый лад. Будь по-вашему, буркнул Блэк и скрылся в спальне. И, вернувшись, он протянул мне черный галстук тяжелого зодчатого шелка. Шикарная вещь, заявил я. Все еще из Парижа Блэк окинул себя критическим взором. С этой черной тряпкой на шее я смахиваю на мартышку в цирке. Не подходит же костюму. Он недовольно устоялся в зеркало. Жуть! Темный костюм подошел бы больше. Вы считаете? Может быть, чего только не сделаешь, чтобы заполучить свою же собственность из-за лап мертвеца и его наследничка. Реджинальд Блэк снова вышел и вскоре вернулся. На сей раз на нем был скромный темно-серый костюм в тончайшую белую полоску. На черный я все-таки не смог решиться, объявил он. И загадочно добавил. У меня тоже есть своя гордость. В конце концов, я иду не скорбеть о Дюране втором и спасать свою картину. Поконник был еще дома. Правда, Дюран второй лежал уже не в своей спальне, а в роскошном зале, этажом ниже. Нам преградил дорогу слуга. «У вас есть приглашение?» «Что?» – переспросил Брэк Рассирано, но надменно. «Приглашение на гражданскую панихиду». «А когда она начнется?» – спросил я. «Через два часа». «Вот и хорошо. Экономка здесь?» «Она наверху». В этот миг к нам приблизился мужчина, по виду смахивающего на буйволну в траурном костюме. «Вы хотели видеть покойного?» – спросил он. Рейджинальд Брэк уже открыл рот, чтобы отказаться. Но я вовремя подтолкнул его локтем и спросил. «А мы еще успеем?» «Конечно, времени вполне достаточно». Буйвола попахивала хорошим эвиски. «Покажите господам дорогу», – доказал он слуге. «Кто это был?» – спросил Брэк слугу. «Господин Расмуссен, родственник господина Дюрана второго. Так я и думал». Слуга оставил нас на подходе к большому, но почти безлюдному залу с двумя лавровыми деревцами у двери. Внутри, прислоненные к стенам, дюжины красовались венки. А на полу стояли вазы с розами, всевозможных цветов и оттенков, но с преобладанием белых. Невольно мне вспомнил Эмилио, зеленщик и цветочник из магазина напротив гостиницы «Мираж». «Если у Миля связи с похоронным бюро, которое приправляет Дюрана второго в крематорий, сегодня вечером у него будет много очень недорогих роз. «С какой стати мне глазеть на труп, который хотел меня надуть?» – шепила Реджиналь Блэк. «Я не молиться сюда пришел, а забрать своего Ренуара». «Молиться не обязательно. От вас требуется лишь дипломатично склонить голову и подумать о том, что портрета мадам Андрион нам больше не видать. Тогда, быть может, вы даже сумеете пустить слезу». В зале было человек двадцать, почти сплошь старики и старухи, всего несколько детей. На одной из женщин была черная тюлевая шляпа с черной вуалью. Она не спускалась с нас с недоверчивого взгляда и смахивала на билетешу при вратах смерти. Почему-то при виде ее я вспомнил новую любовь Лахмана, косиршую из кинотеатра, любительницу Шартреза. Посреди этих ям скучающих людей Дюран Второй лежал с закрытыми глазами. Точно восковая кукла, которой же нет дела до всей этой суеты. Он казался маленьким, куда меньше, чем запомнился мне при встрече. Был похож на старого, уставшего от жизни ребенка. В соответствии со странным ритуалом похорон в коротеньких пальцах у снулой акулы Капитала был зажат крест. Цветы благоухали одаряющие, словно их было вдвое больше, чем имелось на самом деле. Реджинальд Блэк очень пристально смотрел на Дюрана Второго. Работал кондиционер, что придавало помещению еще большее сходство с моргом. Но ни одной из картин, собранных Дюраном Вторым, в зале не было. И я и Блэк сразу же это заметили. — А теперь в атаку, — барбармотал Блэк. — Берем в оборот Расмуссена. — Сперва экономку. — Хорошо. Никто больше не пытался нас останавливать. Откуда-то издали доносился звон бакалов. Не иначе где-то поближе стебара. Мы направились к лестнице. — Лифт вон там, — показал уже знавший нас слуга. На лифте мы поднялись на этаж, который был вне, мне уже знаком. К немалому моему изумлению экономка встретила меня, как старого преда. — Он умер, — всклипнула она. — Опоздали вы. Не иначе вы хотели с ним насчет картины поговорить? — Да, хотели. Картина я принес на просмотр. Она принадлежит господину Рэджину Эду Блэк. Мы хотим бы сразу забрать ее. Где она? — В спальне господина Дюрана. Там еще не прибрано. — Не говоря ни слова, я направился в спальню. Дорогу я вспомнил. Брэк решительно шагал рядом. Следом за нами восхлипывая семенила экономка. — Вот наша мадам Анрио, — сказал я в дверях, — висит возле самой кровати. Блэк сделал два решительных шага вперед. Мадам Анрио встретил его своей нежной улыбкой. Я окинул взглядом опустевшую комнату, на стенах которой картины продолжил вести свою отдельную, таинственную, полную радости и света жизнь, такую далекую от смерти. Неожиданно шустрая экономка последовала за Блэком и загородила собой Ренара. — Стоп, — сказала она. — Прежде чем мы ее снимем, надо спросить у господина Расмуссена. — Но ведь это моя картина. Вы сами знаете. — Все равно надо спросить у господина Расмуссена. Оранжиналь Блэк затряс, оказалось еще немного, он просто отшвырнул экономку, но Блэк совпадал, совладал с собой. — Хорошо, — коротко сказал он, — завиди господину Расмуссена. Словесная дуэль началась с притворных сантиментов. Расмуссен, благоухавший в виске, еще сильнее, чем прежде, пытался изобразить убитого горем родича, который просто не в состоянии говорить о делах, пока незабвенный усопший ищет дома. На подмогу ему кинулась Мегера с горящими глазами, вставной челюстью, которая явно была ей велика, и сразу напомнил он мне адвоката Левина и травной вуалью и волосах, что развивалось, как боевое знамя над пулем брами. Ну и Блэк держался молодцом. Он спокойно пропускал мимо ушей все упреки в душевной черствести и безбожном барышничестве продолжая твердо настаивать на своем праве. Я с первого взгляда заметил, что экономка почему-то отнюдь не на стороне скорбячих. Вероятно, она единственная здесь воспринимала смерть своего хозяина биржевой акулы Дюрана как личную утрату. А кроме того, она, видимо, уже знала, что ее служба в этом доме кончилась. Поэтому, когда Расмуссен заявил, что картина должна быть приобщена к наследственному имуществу, поскольку она, вероятнее всего, куплена уже и оплачена, Блэк, внезапно обрел в это убогой горем все еще всхлепывающей женщине верную союзницу. Расмуссен попытался отвезти ее как свидетельницу под предлогом предвзятости. Экономку эта страшно рассердила. А когда Расмуссен и вовсе приказал изокнуться, она заявила, что он ей тут не указ. Ее не он, а господин Дюран II нанимал на службу. Тут в спор визгливым голосом встряла скорбящая ведьма с вуалью, что повлекло за собой короткую и жаркую словесную перепалку между нею и Экономкой. Блэк бросил в пекло сражение еще одного свидетеля, то бишь меня. Экономка поддержала меня без малейшего страха перед резервной фурией. Она твердо заявила, что Ренуар провисел в доме никак не больше двух недель. А Дюран II сам ей сказал, что после его смерти картину надо отослать обратно. Тут Расмуссен на время просто утратил дару речи. Наконец, придя в себя, он заявил, что после вскрытия завещания все эти недоразумения бессловно выяснятся. Блэк наставил на своем. Тогда Расмуссен извлек из камана часы и дал понять, что после всей этой недостойной торгарской сцены ему надо еще приготовиться к панихиде. Хорошо, сказал Блэк. Тогда ставлю вас в известность, что картина была предложена за 50 тысяч долларов. И именно на эту сумму я и привлеку лично вас к судебной ответственности. На мгновение воцарилась мертвая тишина, а затем грянула буря. Что? Завопила насленница. Вы что, за дараков нас считаете? Да это мазня и тысячи не стоит. Реджинальд Блэк указал на меня. Господин Зоммер, эксперт из Улла, предложил картину господину Дюрану II именно за эту цену. Я кивнул. Надувательство, взяла наследница. Клочок холста, две ладони величиной, даже углы не закрашены. Это картина для коллекционеров, терпеливо пояснил Ле. Это не товар повседневного спроса. Для коллекционеров она бесценна. Но если продавать, то цена-то будет верна. Реджинальд Блэк запустил руку в свою сирийскую бородку. Цена. Это совсем другое дело. С достоинством завел он. Но вы продать ее никак не можете. Картина принадлежит мне в любом случае. А на указанную сумму я взыщу с вас через суд только моральный ущерб. И тут Расмусин вдруг пошел на попятную. Ерунда все это сказал. Пойдемте с нами в кабинет. Нам нужна по крайней мере расписка, что вы получили от нас картину. Он провел Блэка, небольшой кабинет, рядом. А я остался вместе с экономкой. Чем богаче люди, тем жаднее они становятся. С горечью сказал экономка. Они меня хотели выставить уже первого числа. А ведь господин Дюран распорядился оставить меня до конца года. Ну ничего. Они мне еще попляшут, когда увидят, что он отказал мне по завещанию. Ведь я была единственной, кому он доверял. А их всех терпеть не мог. Он даже коньяк его и то норовили охаривать. Хотите рюмочку? Вы единственная, кто его оценил. Я его-то не забыла. С удовольствием ответила я. Коньяк был редкостный. Экономка налила мне рюмку этого адского зелья. Я прокинул залпом и по мере сил изобразил на лице восхищение. Превосходно. Вот видите, потому-то я вам и помогла. Остальные-то здесь только ненавидят меня. Ну, да мне все равно. Блэк вернулся в спальню с какими-то бумагами в руках. Следом за ним молча шел Расмусен. Он учил Блэку прелестную мадам Андрею с таким видом, будто это была жаба. И запер двери спальни. Запакуйте, брукнул он экономке и не попрощавшись вышел. Экономка принесла оберточную бумагу. Может и вы коньячку желаете? Спросил он Блэка. Там в бутылке еще много осталось. А теперь все равно, что никто не придет. Я подменил Блэку. С удовольствием обрадовался тот. Коньяк просто поразительный в последний раз предостерег я. Блэк сделал глоток, но выказал безупречное самообладание. Господин Зомер рассказывал мне об этом напитке. Поразнесел он изменившимся голосом. Я думаю, он с удовольствием выпьет еще, если у вас осталось. А мне, к сожалению, больше рюмочки в неделю нельзя. Врачи запретили. Зато уж господин Зомер... Со скрежетом забыл, но я наблюдал, как экономка снова наливает мерзкое полное в мою румку. Он и от двойной порции не откажется. Любезно добавил Блэк. На горестном лице старая женщина пробилась репкая подобие улыбка. С удовольствием сказала она. Я рада, коли вам нравится. Может, заберете бутылку с собой? Я чуть не поперкнулся и замахал руками. Что вы! Она вам еще пригодится. Жизнь научила меня. В самый неподходящий момент приходят самые неожиданные гости. Мы покидали обитель скорби с мадам Андрео подмышкой и с ликованием в душе. Будто вырвали самую красивую рабыню из рук свирепых арабских работорговцев. Несрочно нужно чем-нибудь выпить, пропыхтел Блэк в свою бородку. Это не коньяк, а разбавлена серная кислота. Что-то для чистки латуни, но уж никак не до питья. Он лихорадочно озирался, рассматывая бар. К счастью, показалось такси. Ладно, берем такси, а дома забьем этот чудовищный вкус нашим лучшим коньяком. Но какова шайка? Смерть и такая жадность, такая искоренность. Ваша идея насчет 50 тысяч была просто гениальна, сказал я. Ха! В нашей профессии надо уметь соображать быстро и идти на риск без страха. Отпразднуем сегодня вызволение мадам Андрео со свечами и нашим заветным Наполеоном. Реджинальд Блэк рассмеялся. Вот и понимаю людей после этого. Вы про Расмуссона или про эту фурию? Да нет, эти сны как раскрытая книга. Но Дюран второй каков, а? Вот скажите, почему он не купил этого Ренуара, раз уж знал, что чего стоит его наследие? Мог бы подарить своей экономке. Я уверен, лет 30 назад он с ней спал. И знаете почему? Ему так было бы дешевле. Итак, дорогие мои, это была очередная часть главы Эрих Мариэри Марка «Земля обетованная». Вы были на канале Skyward и с вами был я, Вадим. До новых и скорых, я надеюсь, встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok.